Вот. Вчера я выдавала в рассылку задания несколько примеров тюркских, для которых предлагалось попробовать написать про формы. Кто-нибудь попытался это делать? Да. Да, сделали. А кому-нибудь удалось? Что-нибудь написать? Да, конечно. Значит, смотрите, написать надо было именно на основании табличек. Задачка на этимологию не может даваться без выдачи табличек фонетических соответствий, потому что придумать этимологию из головы можно очень хорошо всегда. В общем, этимология языков мира не страдает от недостаточного количества этимологических предложений. Она страдает от недостаточных возможностей выбросить неправильные этимологические предложения. Это касается как таких языков, как алтайские и тюркские, так и индоевропеистики. Поэтому, значит, хорошо бы, хорошо бы, чтобы, когда люди пытаются делать этимологии, и они при этом сверялись с табличками соответствий. Вот. Значит. Ну, вот несколько примеров из этого набора. И здесь я уже подписала этимологии. Так, и вот я подписала неправильную этимологию на самом деле, потому что тут не хватало данных для того, чтобы написать правильную. А, хотя нет, хватает здесь данных, чтобы написать правильную этимологию. Вот. Вот первое слово «сапог». Да, тут написано неправильно, между прочим. У меня. Где у меня ошибка? Ну, первое долгое вроде. Да, совершенно верно. А почему? Ну, потому что озвончение в турецком. Ну, как бы в агузских идет озвончение. Да, да, агузское озвончение. Совершенно верно. Вот. А почему звонки в тувинском? Уже что-то такое. Там тоже что-то такое. Какое озвончение в тувинском? В каких позициях в тувинском сильное? А, интервокальное? Интервокальное. Интервокальное, да. При этом неважно, краткий, гласный или долгий. А в каком языке близко родственному тувинскому? А мы бы здесь имели согласный сильный все равно. Нет, ни в каком. Нет, ни в каком. В тувинском мы бы все равно имели озвончение. Потому что после долгого. А вот если бы он гласный был кратким, то тогда в тувинском здесь было бы т, и на гласном была бы фарингализация. Хорошо. А почему в чувашском, значит, на основании чего, прошу прощения, мы можем принять решение относительно того, что первый гласный широкий, а не открытый, а не закрытый Э. Чувашский, да, правильно. Вот. А почему у нас в новоуйгурском первый гласный Э? А, сингармонизм, наверное. Губная аттракция. Не сингармонизм. Сингармонизм действует вперед, да? Ага. Хорошо, замечательно. А на каких основаниях? Вот хвост. Давайте посмотрим на хвост. Почему там такая странная чувашская форма? Чего бы мы там ожидали? Переводка х, наверное. Переводка х, правильно. Это говорит о чем? О том, что там з должно быть в этом, в реконструированном. Не-не-не. Переход к х говорит нам о том, что это заднее рядное слово. Совершенно верно. А почему там у? Переднее. Сужение гласного? Сужение из-за чего? Из-за конечного? Нет. 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 Смотрите, в этом слове срединный согласный, это рефлекс протюркского чего? Тюркского Э? Срединный согласный. Протюркская З, интернет. Протюркская З, З, совершенно верно. Протюркская З. Что обычно дает в чувашском протюркская З? Ре. Ре. А здесь почему не Ре? Или вы думаете, что Ре? Смотрите, это корень Куза-рук или Кузу-рук. Вот. Значит, в нем по-чувашски мы бы ожидали Ку-ру-рук. Но есть хитрость, которая в табличке, впрочем, выписана. А именно, что в основе, содержащей Ре, в чувашском Ве не дает Ре, а дает Йод. А она выпала? И где же мы видим этот Йод в чувашском? Да, У плюс Йод, да, ЛО, И. Ага. Вот. Хорошо. Ну что, про Пешево все понятно? Ну, почему Йод в начале? Почему Йод в начале? А посмотрите, это по таблице что выходит? Ну, по таблице, да. А про Тюркская же восстанавливается. А, ну, я выкинула таблицу. В которой написаны аллофоны, насколько я помню. Значит, и как раз в таблице соответствия, насколько я помню, там именно Йод написан. Хотя мы думаем, что, может быть, это не был Йод как таковой, а был какой-то платальный взрывной. Типа алтайского. Ну, в смысле того, который в алтайском языке, современном в начале слова в соответствии с протюркским Йод. Но это точно он. Это чувашское С, якутское С, тувинское, хакасское Ч и так далее. Так, а что с Рысью? В Рысе со всеми словами все в порядке? Вот у меня написано некоторая реконструкция, а именно Й долгая плюс латерал. На каком основании здесь латерал? Потому что в турецком там Ш. Да, в тувинском должно было быть Ш. А мы имеем, значит, здесь приходится предполагать какое-то заимствование в тувинском. Тувинская форма не соответствует хорошо турецкой. Вот. Хорошо. Последнее слово на этой картинке. Почему у нас Правильно ли мы тут восстанавливаем К после А долгого? Посмотрите. Что нам точно говорит о том, что это К, а не Г? Во-первых, якутский, да. Тут мы сразу настораживаемся. А во-вторых... Отсутствие выпадения в копчакских языках. Ну да, если бы это было Г, у нас в... Он дал бы... Да, было бы в копчакских языках, не было бы там ничего, или было бы в... Салон каком-нибудь. Вот. Ну, вот это слово совсем понятное. Почему в хакасском, ну, шерсть, подшерсток? Наверное, из-за конечного. Да. Это воздействие второго носового. Ну, на яйцо я даже не буду обращать внимания. А с гусем мне тоже, кажется, все более-менее понятно. Нет? Все понятно с гусем? Вот. Вот. А вот хитрая, приданая. Это место, где я выписываю другую реконструкцию, чем мудрак. А? В каком месте? Что там с гласным? Глайдером стал? Нет, в уйгурском все нормально. Для уйгурского это нормальный рефлекс. И открытого, а также и дифтонга. Вот. Значит, соотношение якутского «э» и чувашского «и» указывает на дифтонгоидность. И, забегая сильно вперед, скажу, что это, ну, для этой этимологии можно было бы дать другое решение, а именно пренебречь чувашскими данными. Дело в том, что в чувашском, когда «и», у нас, собственно, две возможности. «И» в соответствии с якутским «э» открытым, у нас две возможности решения этого вопроса. Мы можем сказать, что в чувашском заимствование с татарского. Вот. Потому что в татарском «и», как вы видите. Ну, значит, на самом деле, если хорошо рассмотреть вот все случаи с протюркским «э» закрытым, и там заимствованным из татарского в чувашский, то оказывается, что в несомненных случаях чувашский все-таки адаптирует татарское «и» как редуцированный. То есть это то, что в чувашской орфографии будет написано как «э» с краткостью сверху, с дужкой сверху. Значит, здесь мы имеем не это. Поэтому здесь мы восстанавливаем дифтонг, и это достаточно хорошо соответствует реконструированному в алтайском словаре в «эдале» про алтайскому глаголу, про алтайской глагольной основе добавлять «сяп» с дифтонгом же. Такие случаи действительно есть. Это соответствия которых еще не было в таблице алтайского словаря. Когда мы стали утончнять тюркскую реконструкцию, то оказалось, что в значительном количестве случаев мы должны, когда мы в тюркском должны восстанавливать по соответствиям гласных дифтонгоидные сочетания, то они соответствуют про алтайскому дифтонгу. И там то в одной, то в другой алтайской семье обнаруживаются следы этого «йота» в середине слова, либо «н-мягкого». Вот. Можно вопрос? Да. А много случаев с этим дифтонгом, и сколько случаев, в которых все-таки консанантизм однозначно указывает на чувашский? Ведь все-таки при заимствии может быть и разная адаптация в разных словах, а вот такие случаи, большое количество было бы тоже доказательством. А, да, значит, ну, таких случаев, когда консанантизм однозначно доказывает, что слово заимствовано из... А? То исконное чувашское слово, чтобы консанантизм однозначно указывал на исконное чувашское слово. А, и что, чтобы был рефлекс «и»? Да. А, штук десять? А, ну, это, конечно, уже существует. Это довольно много для сложных сочетаний. Вот. Так. А вот у нас «доить». Значит, начальный согласный восстанавливается более или менее однозначно, да? В якутском закономерное соответствие. Закономерное, да. Почему мы восстанавливаем центральный «г»? Например, вот по-кипчакски можем посмотреть, что у них там «в». Ну, вот татарский, башкирский, вот у них «в» идет вместо «в». «В». Да. Это так и надо. Если вы посмотрите на таблички, то там в заднерядных словах, в основном там это «г» превращается в «в». Вот. Ну, вот. А вот это что такое? Заимствование. Угу. Да. Это два примера таких очевидных заимствований. Вот. А там, кажется, еще «боярышник» был. А? «Боярышник» еще был. А что вы думаете про «боярышник»? Монголизм. Да. Конечно. Вот. А знаете ли вы заимствование из того же слова, что одно из этих в русском языке? Ну, это вот этимология и фонетические соответствия, да? Ну, не буду обманывать. На самом деле, при этимологизации случаются всякие штуки. Например, таблица, которая вам была написана, насколько я помню, не включает случаев хвоста в смысле чувашской формы. То есть там сказано, что в присутствии «р», «з» дает не «р», а «йод», но то, что этот «йод» может стягиваться с предыдущим гласным и давать, соответственно, его упереднение, там не сказано. Вот. Так. Ну, значит, этимология занимается, кроме исконной лексики, занимается также заимствованиями. Здесь нарисован случай, для которого у нас нарисована картинка, которая подтверждает нам некоторые аспекты, некоторые признаки нашей реконструкции на основании ранних, очень ранних протюркских заимствований из древнекитайских. Дело в том, что древнекитайский различал придыхательные и непридыхательные, ну, как и современный китайский, да, различал, ну, вот, сильные и слабые, придыхательные и непридыхательные согласные. Вот. Оказывается, что набирающийся набор параллелей, которые можно считать заимствованием и в протюркский, дает это развлечение. Реконструкция парного противопоставления в начале слова для взрывных для протюркского впервые была намечена Гомбатсом еще в 1913 году. Он обратил внимание на то, что агузские языки довольно однообразно в некоторых местах сохраняют, довольно единообразно демонстрируют начальную звонкость в соответствии с, в, при звонкости в монгольских параллелях. Вот. Впоследствии Ильш Свиточ провел эту реконструкцию довольно полно, когда дорабатывал алтайскую реконструкцию для введения ее в ностратическое сравнение. Но впоследствии еще в работах Сергея Анатольевича Старостина и меня мы еще довольно сильно это тоже все чистили и меняли. было довольно решительное возражение Герарда Дерфера на работу Ильича Свиточа, потому что он пытался продемонстрировать, что в тюркском озвончении, в агузском начальная звонкость вторична, поскольку он считал, что некоторые иранские заимствования в агузском озвончаются. Все его примеры, значит, однако, в общем, вполне доступны критики. Ох, наверное, я все-таки должна эту критику сказать. Дело вот какого рода. Значит, да, во-первых, значит, вот предъявленные здесь древнекитайские заимствования показывают довольно однозначно, что там, где мы имеем в позднедревнекитайском древнекитайские формы, стоящие под звездочкой, это не фонетические реконструкции, а предполагаемые словосочетания. Значит, они, вот там, где позднедревнекитайский демонстрирует нам начальный непредыхательный, мы получаем звонкость протюркскую, основанную на агузской реконструкции. Там, где позднедревнекитайский демонстрирует начальный предыхательный, мы получаем протюркскую глухость, опять же, основанную на протюркской реконструкции. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Я хотела сказать про статью Дёрфера 1971 года, в которой он утверждает, что переход Т в Д начального для Агустского вторичен. Примеры, которые он приводит, следующие. Это индийская Тобра со долгим сумка, дающая персидская Тобра и современная османская Дорбачик. Вот, значит, и в другой статье, значит, это турецкая Денг равной, соответствующая Тенг персидскому равной. Вот. Надо сказать, что оба этих примера приведены немножко небрежно, потому что, конечно, никакого индийского Тобра не существует. Ссылка на Тёрнера показывает нам, что это форма... Ну, форма эта у Тёрнера написана под звездочкой, но дело в том, что Тёрнер, в общем, не делает реконструкции индоарийского лексикона. Его форма под звездочкой, это скорее такая метка, где можно искать новоиндийское слово. Вот. Поэтому слова Тёрнера, конечно, попадают в многочисленные лексические новоиндийские инновации. И, конечно, то, на что Дёрфер ссылается, здесь относится именно к ним. Там приведена реконструированная для проиндоарийского... А ручечка-то есть? Ну, собственно, этот словарь есть онлайн, и всякий может посмотреть. Тоба-мешок. Ну, формы, которые там приведены, отсутствует древний... Слышно что-нибудь? Отсутствуют формы древнего и среднеиндийского периодов. Значит, приводятся странные рефлексы Бенгалия. То складка, то есть к мешку мало имеет отношения. А далее, значит, лакмда, тора, кошелёк, где ра уменьшительный суффит. И, значит, хинди, то, ра, кожаный мешочек. Вот. А фонетически это особенно не похоже на наше... На известное нам тюркское слово то-бра-тор-ба. Вот. А в качестве подтверждения гипотетической индийской реконструкции приводится санскритское... То-бра-кошелёк, которое, во-первых, фонетически этим формам не соответствует, потому что вот, там глупой П. А, во-вторых, единственная фиксация этого санскритского слова находится в тексте Дхурта Самагамана. Это комедия низкого жанра. Прохасана, прогулка сутенёра, значит, памятник 14-15 века нашей эры. Это время, когда, как вы понимаете, в индийские языки уже вполне попадали тюркские заимствования. Вот. Значит, соответственно, значит, вторая форма, которую приводит там Тёрнер, это реконструируемая им гипотетическая про-иранская тубрака, которая реконструируется на основании персидского и пушту-тобра-тубра. Пуштунская форма тубра явно является заимствованием из персидского. просто по-соответствиям она так себя вести не могла бы. А персидская тубра совершенно вполне, но при этом вполне может само по себе является тюркизмом. Потому что для него нет среднеиранских форм, ну, как и древнеиранских. Вот. Но самое интересное, что, по-видимому, мы в этом слове не встречаем озвончение в Агутском, потому что имеющиеся формы это турецкая, гагаусско-азербайджанская торба, туркменская торба-стэ, староосманская торба-то-пра. Значит, и таким образом Агутское слово вполне может быть и исконная. Приведенная же Дёршером форма модерна сманлы на самом деле как мы находим в значит в этой статье Дёршера 71-го года не написано в таком именно где он его встретил модерн осман дорбаджик. Вот. Но в его фундаментальном труде тюркские и монгольские заимствования в иранском эта форма приводится «Добраджук» «Ein kleiner sagt» «Vielleicht» «14-е яскунда» со ссылкой на словарь в Амбере значит это форма видимо из старо-анаталийского памятника 14-го века но дело в том что для памятников 14-го века старо-анаталийских наблюдаются значительные колебания в написании начального согласного и вообще-то говоря значит ну вот конкретно это непонятно какой памятник а в памятнике Калила Единна изданном Занечковским который как раз 14-го века мы имеем соотношение написаний с Д и Т эмфатическим для задних для заднерядных слов такое например в глаголе «держать» «дут» написание встречи на 175 раз а тут с Т эмфатическим один раз при том что в современных огутских языках это корень с Т без вариантов там пыль написана как допраг пять раз как допраг три раза при том что это тоже Т без вариантов современных огутских языках таким образом приводить отдельный пример из рук 14-го века для подтверждения начального согласного невозможно без отдельного исследования орфографической системы писца данной рукописи и понимания того что там могло бы быть каким именно образом данный писец отражает или не отражает искомое фонологическое противопоставление вот значит что же касается дэнг равный то оно безусловно заимствовано не то опять же в этой статье сказано что это персидзм на самом деле в персидском существует два слова тэнг и дэнг тэнг это половинка вьюка то есть ну равновесенный таким образом значит а дэнг это действительно равный но заимствованы они из по-видимому и в персидский и в тюркский языки и в тюркский языки из позднего древнекитайского а в персидском мы в одном случае там где озвончение вероятно имеем агустское заимствование просто то что в персидском есть много тюркизмов это дёрфер никогда не отрицал собственно вот ну вот значит таким образом некоторое дополнительное подтверждение реконструкции оппозиции для начала слова мы здесь получаем так ой вот тут наверное довольно плохо видно это тоже табличка это продолжение темы тюркская реконструкция и заимствование вот значит здесь нарисованы ну как мы уже говорили от булгарских языков к настоящему времени почти ничего не осталось остался нам чувашский язык и остались свидетельства более раннего состояния в заимствованиях вот значит как показывает работа ну больше всего булгарских заимствований мы находим в венгерском по подсчетам Андрошу Ронаташа который издал не так давно огромный фундаментальный труд именно про ранние тюркизмы в венгерском там около 500 заимствованных в венгерском около 500 заимствованных основ вот значит так вот если смотреть на фонетические соотношения соответствующих венгерских слов для реконструированного для протюркского то оказывается что мы во-первых должны выделять два слоя заимствований из булгарских языков в венгерском по фонетике один по-видимому более ранний и другой по-видимому более поздний один из них демонстрирует адаптацию почти протюркской формы в общем это форма та форма булгарского языка которая послужила источником заимствований слоя а очень мало отличается от того что реконструируется для протюркского основное свидетельство это булгарская палатализация начального С а именно ну вот на самом деле даже эта вещь может быть является не совсем чистым показателем значит дело в том что в булгарском начальное С вы возможно видели это в таблицах переходит в современное чувашское Ш в позиции перед старыми протюркскими гласными И И И восходящими дифтонгами поэтому мы имеем чувашское ШУР в соответствии с общетюркском САРЫГ значит чувашское еще значит кроме того белый вот значит так вот эту палатализацию венгерские заимствования отражают почему мы можем считать что это не след контакта с протюркским или общетюркским а именно след контакта с булгарским вот а в остальном они довольно сильно похоже что адаптированы из протюркской формы ну вот что мы тут видим отражение гласных булгаризмы второго слоя венгерском это можно связывать уже с дунайскими булгарами то есть более поздним контактом вероятно в уже на пути венгров к их теперешнему месту жительства вот интересно что тип отражения протюркских гласных в этих булгаризмов очень похож на то что мы имеем в булгаризмах опять же довольно большой слой булгаризмов то есть тюркских булгаризмов мы имеем в древнеболгарском а именно значит ну тем языком из которого был получен литературный старославянский язык эти слова встречаются в южнославянских языках соответственно встречаются в старославянских памятниках и вместе со старославянским языком как языком религии распространяются также и на другие славянские области но в общем можно показать что там они встречаются только в церковнославянских памятниках и поэтому они заимствуют не в общеславянские не в восточнославянские а именно в южнославянские и даже скорее всего в древнеболгарские вот значит эти случаи отражают у нас ну вот здесь можно разобрать противопоставления а и а долгого а также о и о долгого значит а краткая в булгаризмах в булгаризмах а в венгерском в древних булгаризмах отражается как а краткая значит это вот гвоздь а и шерсть приведенная здесь то что шерсть раннее заимствования можно видеть еще из того что начальный согласный отражен как венгерская де вот значит в булгаризмах б в венгерском краткая а отражается как о долгая а отражается в булгаризмах а как а долгая это то что долгота а сохраняется при заимствовании в венгерский отметил еще рясен в работе 48 по-моему года вот ну и полный просмотр в общем это подтверждает в как а долгая так же он отражается и в булгаризмах б что касается славянского то в южнославянском вы можете видеть что а краткая отражается как о довольно регулярно а а долгая отражается как а это довольно примечательно потому что вообще-то говоря для прославянского мы знаем что звук а был долгим он восходит к проиндоевропейским а и о долгим а звук о был краткий и он восходит к проиндоевропейским о и о кратким вероятно эти различия еще чего-то стоили в том состоянии древнеболгарского в которой происходили вот эти ранне тюркские заимствования потому что соответственно у нас а краткая переходит в о при заимствовании отражается как о вот о и о долгая соответственно заимствуется в древневенгерское по-видимому как о и о долгая потому что мы знаем что при переходе от древневенгерского к старовенгерскому состоянию старые у и о ну в общем в древневенгерском не было о долгого о долгое возникает в средневенгерском из стяжений это собственно венгерское развитие но у долгая древневенгерская дает в старовенгерском у а у краткая древневенгерская дает в старовенгерском о это по реконструкции хилимского значит и соответственно древне тюркские заимствования о долгим дают у нас в современном венгерском у то есть заимствования а старые болгаризмы а значит заимствования а с о кратким дают в венгерском о в новых заимствованиях ну как новых это десятый век должен быть по идее вот но это более новое конечно по сравнению с теми которые с первым слоем который по-видимому должен датироваться пятым веком мы получаем из краткого о а из долгого о мы получаем дифтангоидное сочетание в как мы бы и ожидали для уже собственно булгарского развития то есть это по-видимому вот собственно дунайский булгарский из которого происходили эти заимствования венгерские видимо уже дал вот это булгарское наблюдаемое отчасти в чувашском развитие о долгого ва и мы имеем в случае начального гласного в венгерском ва а в случае если эта штука оказывается после согласного то поскольку венгерский не допускает начальных сочетаний согласных то она пропадает и мы имеем просто а значит соответствующий пример это вай копать из ой и кар вред из кор заметим что тоже слово протюркское кор в старославянске заимствуется как квар потому что старославянский допускает начальное сочетание такого типа и по-видимому того же происхождения у нас в славянское творог сыр славянские его этимологии все не очень хороши потому что суффикса ок в общем-то не бывает поэтому и творог и пирог на самом деле в славянском булгаризме вот значит кроме того у нас есть отдельные булгаризмы в восточном славянском которые наблюдаются это действительно только в восточно-славянских языках и иногда в польском как заимствовавшим из восточно-славянских довольно много ну вот они тут представлены ну вот какие мы можем тут русские слова посмотреть по-видимому вор заимствован из тюркского ухры значит есть у нас слово которое имеется только в русских памятниках тволага тёлка есть у нас восточно-славянское слово ватага палатка вот есть у нас восточно-славянское слово берюк волк вот вот в новгородских памятниках отмечено отмечен ситул трунове ове это древнерусское окончание множественного числа а значит труны это булгарские начальники вот это там какое-то посольство пришло значит по-видимому это отражение того же слова что древне тюркское тудун у Махмуда тудун вот значит с закономерным отражением в как чего р как р в булгарском но турун и закономерным же отражением тюркского у краткого как рефлекса краткого же у в славянском состоянии а именно ера вот кто тюрк как почет ну нет это тудун конечно а переднерядные дают другое так ну вот тут еще несколько штук вот значит прекрасных книга известность вот вот случай кстати на котором можем тоже попробовать найти некоторое небольшое распределение значит вот слова с протюркским и значит кюн кюниг это самое китайское заимствование собственно это свиток да славянская книга с ером кюрк значит заимствование тоже с суффиксом в славянском кырк иго с ером вот значит вот вы видите что это протюжка и отражается в южнославянских заимствованиях то как ер то как ерь ну и очень просто оно отражается как ер в случае начального в случае заднеязычного перед ним к просто потому что для прославянского сочетания ну для прославянского и для ранних древних славянских языков сочетание к ер невозможно ерь к ерь невозможно потому что все такие сочетания претерпели палатализацию собственно первую палатализацию славянского вот поэтому соответственно и у нас должно было бы отражаться видимо как ерь во всех случаях как в слове тьма но при заднеязычном оно выставляется парный задний задний рядный звук вот да между прочим мы можем видеть что по некоторым рефлексам заимствования в восточно-славянский отличаются от заимствований в южно-славянский потому что это видимо уже разделенные булгарские диалекты и по видимо дунайский булгарский отличался все-таки каким-то образом от волжско-булгарского ну вот и наконец еще один рассказ про алтайскую этимологию значит ну вот это вот слово стасловника сейчас сколько у меня времени-то еще 1149 много от 1210 да 1210 ну вот это как раз хороший длинный рассказ значит ну довольно большой устойчивостью обладают как известно слова из стасловного списка сводыша поэтому удобно начинать сравнение языков для которых ты хочешь заново строить систему фонетических соответствий со слов стасловника собственно вот студентам на занятиях по сравнительно историческому языкознанию я обычно выдаю набор тунгусских стасловников с предложением реконструировать все что реконструируется и получается довольно удачно вот хотя и не совсем когда я выдаю тюркский стасловник то там африкатные ряды по другому реконструируются чем на самом деле так что возможны варианты так вот слово стасловника птица у нас в тюркских языках представлено следующим образом в большинстве тюркских языков ответ на значение птица это слово куш вот оно тут нарисовано значит оно с фаренгализацией в тувинском оно как ему и положено меняет гласный на о в татарском и башкирском то есть мы знаем что это не совсем о так что здесь представлена скорее транслитерация чем фонетическая транскрипция вот в чувашском птица называется иначе в чувашском птица называется каек то есть основной ответ на слово птица это каек каек собственно потому что второй редуцированный кто скажет кто из тюркологов может сказать что это за тюркское слово известное всем дикий да киик да вот это правильный чувашский рефлекс слово киик которое значит в копчакских языках дикий да в языках Южной Сибири в основном косулю действительно то есть видимо такой семантический переход связан с тем что это название дичи просто было основное вот значит в а остаток слова куш мы имеем здесь в довольно интересном рефлексе в композите каек кыш птицы и звери который по-видимому сохраняет значит обратите внимание здесь в чувашском латерал вот каек кыш каек кыш латерал дает не ль а ш мы сталкиваемся с такой рефлексацией как доказал олег алексеевич мудрак это один из такие случаи ряд таких случаев нельзя связывать заимствование мастатарского потому что это исконно-чувашский тоже рефлекс но это рефлекс в интервокальной позиции таким образом значит как объясняется чувашская форма она хорошо объясняется в виде каек кыш которые собственно есть наиболее частотная форма а форма каек кыш является вторичной новообразованием просто с отрезанным суффиксом реанализированным значит в якутском и долганском рефлекс слова куш правильный но значит он утка в халашском куш значит воробей и в карачаево-балкане в лакарском куш это орел а также в киргизском куш это ну ловчая ловчая птица в основном вот ну вот тут написано что бессуффиксальная форма в чувашском вторична а значит первичный гласный в куш правильным образом должен отражаться как задний редуцированный но в композите вероятно происходило опереднение вот алтайская этимология собственно предложенная для него это хищная птица в монгольском вот куладу вид ястреба значит это слово надо рассматривать как отоменное производное наду субстантивированное вот значит и это слово заимствуется естественно в тюркские языки мы можем найти там в шорском допустим заимствование как кулады вот и тунгус-маньчжурской параллелью этого слова является по-видимому Холи Воронс о долгим и правильными рефлексами начального капри дыхательного про тунгусского Х вот а именно в нанайском Х в овенкийском О 0 таким образом значит что мы видим в протюрк значит значение птица для этого корня общетюркское но не протюркское потому что мы значит видим в чувашском ну собственно мы не видим праболгарского значения в чувашском да потому что тут композит и значение может быть более или менее сдвинуто соответственно этому а а в отдельных языках стандартно тюркского вида мы видим значение хищная птица а в якутском мы видим значение утка по-видимому как наиболее важное в хозяйстве просто птица да но это не курица это конечно не птица которую держат а птица которую чаще все стреляют там настреливают большой объем во время перелета потом коптят и все такое вот значит а вот еще несколько птиц это то что замещает то что замещает куш в этих языках в чувашском это каек значит в якутском это ктер это буквально летучая это причастие вот подниматься вот и в карачаево-балкарском и киргизском это опять же вторичное название канатлы канатлых собственно крылатая вот а вот другое слово для птицы которое которое иногда значит у нас тоже ответ на слово стасловника значит это основная птица в карачаево-балкарском это основная птица в западно караинском и и в кодекс куманикус мы тоже видим что это птица вот значит в остальных языках это чипчик воробей и всегда мы думали что это слово реконструируется для протюркского как чипчик пока не напоролись на чувашское слово а дело в том что когда у нас в тюркском слове имеется в начале с а потом ч то обычно перестройка в че-че мы это видим например на примере слова сач волосы которое в массе тюркских языков дает чач вот с другой стороны чук это явный уменьшительный суффикс вот значит а чувашский нам совершенно без вариантов дает свидетельство начального с перед гласным типа и и вот то что в чувашском отражение заднее рядное это нормально потому что всегда в соседстве ш редуцированный переднего ряда в чувашском дает редуцированный заднего ряда потому что как в свое время показал Рон Наташ этот звук для более раннего состояния булгарского был твердым хотя и возникает в результате булгарской полутализации вот вот эта птичка и получается что значит у нас для протюр восстанавливается слово с уменьшительным суффиксом которое обозначает мелкую птицу вот оно заимствуется тоже в массу языков в частности в монгольский вот в значении тоже мелкой птицы вот начальное с как я уже сказала восстанавливается по чувашскому рефлексу вот значит в середине слова б в большинстве случаев оглушается перед суффиксом как это происходит например в слове эбчи женщина про которое профессор Рудал вчера рассказывал там это тоже сочетание эб дом с созвонким или фрикативным который оглушается перед че суффикса вот а в хакасском вот зато этот звук выпал здесь вот и кроме того для протюркского у нас хорошо восстанавливается название воробья как такового с рефлексом воробей в чувашском тоже и в огусских языках с рч вот так что это именно мелкая птица именно и тогда нам оправдывается уменьшительный суффикс и тогда мы можем сильно улучшить нашу этимологию для алтайского словаря потому что мы можем сравнить этот корень этого протюркского слова оторвав от него суффикс с суффиксальным же образованием в промонгольском вот и это будет промонгольское основное название птицы современная холхазская шуву письменно монгольская сибау среднемонгольская у которого не очень надежная маньчжурская параллель ай что это ф5 так сейчас я догоню от которой можно было бы и отказаться но у нее довольно хорошая корейская параллель птица с ай с именным суффиксом и достаточно хорошо засвидетельствованным в корейском и с долгим корейским гласным а долгий гласный корейский образуется из стяжений обычно ну вот значит в нашем этимологическом словаре было аж три названия птицы слова из рефлекции отдельных языков из которых попали в у нас в нашу этимологию общая небольшая алтайская птица вот и они в общем в настоящем виде этимология выглядит ну на мой взгляд значительно приличнее во всех случаях значит алтайская этимология изменяется в результате более тщательной разработки тюркской реконструкции и рассмотрения тюркского сравнения как мы видим все эти приведенные слова значит собственно говоря наше слово получило тюркскую параллель вот к этой монголо-тунгусской изоглости и это значит опять не надо мне трогать мышь вот значит вот этимология номер два монгольский и тунгусский это была монголо-тунгусская изоглоса что является довольно плохой алтайской этимологией потому что во-первых в тунгусском много заимствований из монгольского во-вторых значит тунгусская это слишком пышное название для данного корня потому что реально там представлено корень представлен только в маньчжурской группе вот это вот то что тут есть к этой этимологии не подходила корейская параллель а и тюркская параллель тоже была отнесена в другое и довольно сомнительное слово которое в результате у нас видимо в этой этимологии остается корейско-японское сопоставление которое просто точно значит воробья вот и возможно туда же относится монгольский кулик Чувчали который здесь есть вот который может указывать тоже на дифтонг и тогда кстати изменится алтайская реконструкция потому что там надо будет реконструировать восходящий дифтонг вот ну и тюркский скворец который сопоставлен здесь с монгольским сейчас кто это посмотреть я забыла кто такой монгольский соир какая птичка и с которым можно было сопоставлять корейский только предполагая падение конечного ро вот и кроме того в среднекорейском есть конечно вот это прекрасное слово сой руки рот птицы который впрочем там я я не решаю сейчас делать его параллелью к монгольскому потому что значение среднекорейского не очень понятно в новокорейском его нет а в среднекорейском имеется значительное количество монголизмов и в принципе если мы когда-нибудь узнаем значение этого слова то надо будет хорошо смотреть не является ли оно монголизмом в среднекорейском вот ну вот пожалуй все есть ли вопросы ничего не могу сказать я тоже не помню такого слова да 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 дело в том что вот эти слова древнекитайские позднедревнекитайские которые дают р на конце в соответствии с со стандартным среднекитайским т и древнекитайским т на конце это считается северо-восточный диалект китайский который в частности дал большой поток заимствований в корейском в корейском мы имеем довольно регулярное отражение р на месте древнекитайского т но и в тюркском мы имеем ну вот обсуждавшийся вчера бур который бурхан это вот как раз такое заимствование а кроме того у нас есть еще заимствование через китайский же по-видимому и в китайском есть это отражение буд который буд да вот значит и если такое слово такой котелок действительно есть то надо копать в этом направлении я слышал точно помню что это мит в значении что-то металлическое очень низко в том то есть языков сейчас помню именно я вот спросил почему оно в такой форме заимствовалось ну тогда мы должны считать что это другое заимствование оно не могло заимствоваться в такой если это заимствование вот из этого то это не могло заимствоваться позже среднекитайского потому что в новокитайском как вы знаете начальные фу конечные взрывные отлетают давая входящий тон то есть они сохраняются в южнокитайских диалектах но с южнокитайскими диалектами тюрки вряд ли контактировали еще есть вопросы нет опять китайский был вопрос китайский непредыхательный дает тюркский звонкий агустский звонкий да но среди примеров там были поздние 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 древние китайские китайские примеры которые в современном китайском некоторые остались непредыхательными а некоторые стали придыхательными ага то же самое слово железо да непредыхательное придыхательное да Да, понятно. Там довольно сложная система развития. Это, опять же, надо смотреть. Это собственно китайские штучки. Там кое-где произошел вот этот переход, действительно, связанный с тоновыми еще вещами. Там есть равный, значит, он есть точно в среднекитайском. Я думаю, что это амоним на самом деле. Вот. Ну, вообще, значит, ну вот моя Библия – это база данных Биг Чайна, которая, значит, висит на Старлинге. Она связана с базами по китайским диалектам и с древнекитайской базой. Так, ну, что тогда, наверное? Да, значит, вот дальше у нас будет Юлия Викторовна, видимо, делать доклад после перерыва. И она умеет показывать, как всякий человек может наделать много-много этимологий в базе словарей LingvaDoc. Ну, это вот уж она покажет. Вот.